Дворец спорта будет иметь округлую форму. Предполагается возведение четырехэтажного здания с подземным паркингом на 150 мест. Первый будет состоять из спортивной арены на 2500 мест, бассейна и конференц-залов. На втором разместятся тренажерные и тренировочные залы. На вторых и четвертых этажах будут расположены гостиничные номера, а также ресторан на 180 мест. Нашего земляка Абдулла Миргамзайова, ему большое спасибо, он безвозмездно ее передал городу. И вот благодаря ему у нас сейчас на этом участке появится самый лучший спорткомплекс, где будет и бассейн, и гостиница, и футбольные поля, и эксплуатируемая крыша, и сразу получается все остальные набережные. Далее делегация посетила парк имени Низами Гандживи, где строится один из самых больших фонтанов. Представитель подрядной организации рассказал, что уже завершена внутренняя облицовка объекта. После 15 февраля рабочие приступят к наружным работам. Площадь фонтана составит 5000 квадратных метров, и он будет состоять из внушительного лабиринта и масштабного обводного экрана. Значимый проект как для республики, так и для всей России. Вы правильно сказали, чем больше здесь будет красоты и удобства, на самом деле поток туристов тоже величество. Но в первую очередь это для местного населения, для наших дагестанцев. Спасибо первому Санбеку и городу, и всем, кто работал, которые здесь заняты сегодня. Вопрос стал по инженерным сетям, электричество и вода. Электричество тоже подключили. В принципе, те работы, которые подрядчик должен сделать по оборудованию, проверить это оборудование, они могут уже приступить. И по воде тоже, водоснабжение тоже есть на территории парка. Продолжаются в Дербенте и подготовительные работы по строительству еще одного важного городского объекта – канатной дороги. Мэр Дербента Рустамбек Пермагомедов добавил, что в апреле завершается проектирование канатной дороги. Гости также осмотрели умную остановку по улице Тагиева. В городе таких уже установлено 11. В них предусмотрены кнопки вызова 112, система интеллектуального видеонаблюдения, климатическая система для обогрева зимой и кондиционирования летом, доступ к Wi-Fi, а также возможность подзарядки мобильных устройств. Асель Монапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Дербент.